Значение Большого Чуйского канала сложно переоценить. Он отвечает главным образом за обеспечение поливной воды многих гектар и пассивных площадей Чуйской области. Для создания правильной системы орошения здесь были установлены современные насосы. Подземные трубопроводы откачивают воду из бычика и доставляют на пахотные поля. Стараемся перейти все на машины орошения в связи с тем, что экономим воду. Экономим воду и время. За сутки можно со 100 лютерами полить всего лишь 2-3 гектара, не более. А с 100 лютерами воды мы можем полить более 15 гектаров земли. У нас 15 насосов есть. Сперва начинаем пшеницу поливать, делаем влагонакопление. Затем пшеницу, потом кукурузу, потом на сахарную сёклу и начинаем чередовать. Специально когда сеем уже мы планируем. Одна треть крестьянского хозяйства, которое обрабатывает около 3000 гектаров земли, орошается с помощью современных технологий, привезенных из Италии. Аппарат в виде полусферы устанавливается в центре поля и передвигается по округу, охватывая около 80 метров. Мы для наших фермеров создаем условия, чтобы мы могли поливать этими машинными морожениями, можно будет до ноября включительно, пока не пойдут заморозки. До этих времени можно свободно поливать. Оператор непосредственно поливает и мы вызываем сходовызывающие, делаем, чтобы они могли, эти озимые пшеницы на зиму могли хорошо войти на озимку. Ну а этот аппарат предназначен для приготовления качественных кормов для скота. Аппарат способен вырабатывать порядка 500 килограммов зерновой смеси за один час. К тому же использование такого оборудования на ферме и в сельском хозяйстве позволяет сэкономить на закупке готового корма. Аралбек Абдурасулов по профессии зоотехник. Он получил льготную суду и приобрел этот аппарат. Привез его он из России. Экструдеры позволяют получать корма нового поколения как из зерна, так и зерносмеси и соломы. А это высокая усваиваемость на 50% выше, чем у дробленной пшеницы. Отличные абзорбирующие свойства при кормлении нейтрализуют различные кишечные инфекции и раздражения, а также стимулируют рост мышечной массы животного. Благодаря таким людям, как Аралбек, Кыргызстан получает значительную пользу. Ведь его продукция удовлетворяет не только внутреннее потребление, но даже идет на экспорт. За 30 лет независимости тысячи людей используют новые технологии, делая упор на капельное орошение. Переход на качественные семена – разведение крупного рогатого скота. Аяна Байзакова, Заматкадырток, ТОЭФ, АЛАТО, 24.